МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей САРО-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Не сдержали слова, школу номер 11 закроют на капремонт после Нового года. Костей не соберешь, как избежать травм при катании на тюбингах. Почините слив, очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Далее расскажем обо всем подробно. Закрыли на ремонт. В другие школы на второй семестр учебы придется перейти ученикам 11-й школы после новогодних каникул. Соответствующее постановление администрации появилось в интернете. Учиться дети теперь будут в здании первой школы на Зернова и в школе номер 13 на Гоголе. Ранее представители администрации заверяли, что учебный процесс будет идти параллельно с капитальным ремонтом. Будем отрабатывать. Очень четко будет расписан план производства работ. Вот выходные дни, каникулярный период, вечернее время. То, чтобы не мешало. Однако на деле все сложилось иначе. Предварительный срок окончания работ по договору 1 июля следующего года. Ситуации вынуждены. Когда планировали ремонт, рассчитывали, что к его началу закончится строительство нового здания на Зорге. Однако к 1 сентября объект не сдали. Подрядчик ООО ТСК свои обязательства не выполнил. Договор с ним расторгли. К концу сентября нашли нового. К работам приступила подрядная организация из Нижнего Новгорода ООО «Аван». По договору срок выполнения работы конец декабря этого года. Но его продлят, так как деньги на строительство уже заложены в проект бюджета на следующий год. О награждении почетными грамотами города и составе общественной палаты в городской думе прошло очередное заседание социального комитета. Подробности далее. Леонид Иванович Куриленко в прошлом году отметил 90-летие. Начав с мастера, он прошел в профессии путь до заместителя директора электромеханического завода «Авангард» и сделал много для своего завода и для нашего города. Сегодня Леонид Куриленко работает в политехникуме и обучает молодежь рабочим профессиям. А еще он автор около 20 книг, в том числе исследований российской истории и судеб русского казачества. Инициативу награждения Леонида Ивановича почетной грамоты города депутат обсудили на очередном заседании Думского комитета. Продолжает передавать молодежи свои знания, свой опыт, свое отношение к жизни. И в нашем движении он занимается патриотическим воспитанием молодежи. И отдает этому, этой деятельности, очень много времени, сил и своих талантов. Мы, ветераны, преклоняемся перед этим человеком, перед его личностью. И предлагаем администрации города Сарова наградить его грамотой, почетной грамотой города Сарова. Городской совет ветеранов также выдвинул кандидата на награждение. Почетную грамоту города предлагают вручить Константину Быкову. Более 20 лет он возглавляет Саровское отделение Российского союза ветеранов Афганистана. При его активном участии в Сарове установили памятник погибшим воинам-интернационалистам. Большое внимание Константин Петрович уделяет общественной работе. В период пандемии, как председатель, активное участие оказывал ветеранам его организации, да и другим ветеранам по доставке гуманитарной помощи, лекарственных препаратов, лицам, которые самостоятельно не могли либо сходить в магазин, либо приобрести лекарства и так далее. Является инициатором оказания помощи военнослужащим нашей дивизии, которые находятся в зоне специальной военной операции. Инициативу о награждении Леонида Куриленко и Константина Быкова почетными грамотами депутаты единогласно поддержали и отправили этот вопрос на заседание Думы. Кроме того, на комитете народные избранники продолжили обсуждать формирование Общественной палаты Сарова, своего рода орган общественного контроля. В ней будет 15 человек. Пятерых выдвигает глава города. Пятерых – Городская дума. Их имена уже известны. Список вынесли для утверждения на думскую сессию. Сформированная десятка палаты будет выдвигать самостоятельно еще пятерых участников. Подростки попали в больницу после катания на ватрушке в Сергачевском районе, сообщает региональное управление ГИБДД. 18-летний водитель Лады Гранта с пятимесячным стажем решил прицепить тюбинг к машине и покатать друзей. В результате ватрушка налетела на газовую опору, и пассажиры получили травмы. Зачастую надувные сани развивают большую скорость и становятся неуправляемыми. Как избежать травм при катании на тюбингах, расскажем далее. Не успели холода прийти в наш регион, как любители зимнего досуга уже вышли на первый тонкий лед водоема, чтобы порыбачить, покататься на коньках и ватрушках. Такую картину зафиксировал нижегородец на видеокамеру. Безрассудство и несоблюдение правил безопасности стоило здоровье еще для двух жителей области, которые катались на ватрушке. 18-летний водитель прицепил тюбинг к автомобилю и таким образом катал двоих молодых людей. Ватрушка врезалась в газовую опору. В результате экстремалы госпитализированы с переломами и другими травмами. Важно помнить, что любимая зимняя забава не так безобидна. Вывихи, переломы, ушибы – вот лишь малая часть травм, которые можно получить при несоблюдении правил безопасности. Там, где все это импровизировано, то есть во дворах или где-то там, допустим, на склонах каких-то случайно приспособленных происходит, там всегда идет повышенный травматизм, то есть игра в лотерею. То есть как бы выжил – хорошо, молодец. Травмы могут быть самые непредсказуемые, как бы, скажем, зависит от скорости с какой-то несверстики, с такого склона. И какие препятствия там внизу тебя ждут. Правильно подберите размер ватрушки. Для этого обратитесь к специалисту. Не съезжайте вдвоем, особенно если изделие рассчитано на одного человека. Крайне опасно привязывать тюбинг к бомберу автомобиля, поскольку шанс оказаться под колесами очень велик. Перед тем, как вы собираетесь съезжать с горы, следует убедиться, что на вашем пути нет препятствий. При спуске нельзя тормозить руками, ногами и какими-либо предметами. Специалисты призывают кататься в защитном шлеме. Дети должны обязательно находиться под присмотром взрослых. Основное требование – это чтобы не было катания спиной вперед, чтобы человек не прыгал на горку в тот момент, когда уже только что начал спускаться. То есть должна соблюдаться обязательно очередность. И также нельзя кататься на ватрушках в состоянии алкогольного или какого-либо другого опьянения. Тщательно подбирайте место для катания. Единственная оборудованная зона для ледянок и сноутюбингов в Сарове – на лыжной базе. Там специалисты следят за горками в течение сезона, чтобы на поверхности не образовывались комки и ямы. Зону для катания на лыжной базе готовят с лета. Летом, естественно, идет выкашивание травы, убирается порсель, которая подходит к горке, произрастает. И также и укатывается зимой. Это ретраком. Обе горки укатываются, чтобы была более ровная поверхность. Потому что народу катается очень много, и трасса иногда, скажем так, обледеневает. Лед образуется. Поэтому, естественно, ретраком ее разбивают, чтобы не такая сильная была скорость. И в то же время ватрушку не выносила на лыжную трассу. Не катайтесь на ватрушках в оттепель и при небольшом снежном покрове, так как при спуске с горы тюбинг может резко затормозить. А при сильном обледенении горки можно получить различные травмы. Лучше дождитесь устойчивой снежной погоды. На лыжной базе зимний сезон планируют открыть к середине декабря. Поисково-спасательная группа «Рысь Саров» приглашает школьников младших классов принять участие в конкурсе творческих работ «Я вижу добро». На конкурс принимают работы в трех номинациях – рисунки, стихи и видеоролики. Подведение итогов будет проходить 5 декабря. Правила участия разместили в группе «Рысь Саров» ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Приемных детей будут зачислять в одно образовательное учреждение вместе с братьями и сестрами в приоритетном порядке. Такие поправки в Семейный кодекс Российской Федерации в закон об образовании подписал президент России Владимир Путин. Ранее такое право было только у родных, братьев и сестер. Все больше саровчан вызывают врача на дом через голосового помощника. Первые звонки робот начал принимать в сентябре. Он доказал свою эффективность и в период подъема заболеваемости ОРВИ COVID-19, когда число вызовов врача на дом доходило до нескольких сотен в день. Робот сразу же отвечает на звонок, линия не бывает занята. Голосовой помощник настроен таким образом, чтобы при обращении собрать максимально полную информацию о состоянии пациента и передать ее врачу. Телефон помощника – 8 800 555 24 45. В юниоре подвели итоги соревнований школьной баскетбольной лиги «Кэс Баскет». Матчи за призовые места были очень напряженными и яркими. Третье место у команды школы номер 12, вторыми стали баскетболисты школы 17. С небольшим перевесом победу одержала команда третьего лицея. Лучшим игроком турнира стал представитель команды 17-й школы Вадим Климов. В декабре в «Эксе» пройдет дивизиональный этап, где команда лицея номер 3 будет представлять царов. На здании в арке между двумя подъездами неправильно установлен слив. Талая вода стекает под фундамент дома, либо превращается в плотную ледяную корку на дороге. Зимой местным жителям приходится часто смотреть наверх, поскольку сосульки падают с крыши регулярно. Управляющая компания на владельца помещения повлиять не может. Устав от отписок местных органов власти, Саровчанка обратилась в нашу рубрику «Городской дозор». В ситуации разбиралась съемочная группа. Постоянная наледь в арке между двумя подъездами превратила проход в каток, а с крыши периодически падают огромные сосульки. С этой проблемой жители дома на Московской, 21, живут уже много лет. В руках Елены Ивановны целая стопка макулатуры с отписками городских и областных инстанций. А результата нет. Каждую зиму история повторяется вновь. Отчаявшись решить проблему, Саровчанка обратилась в нашу рубрику. Сливы нету, вода идет, летняя грязь вся на наши головы льется. Зимой оттуда глыбы на головы тоже летят. Я бы не обратилась никогда к ним, если бы в прошлую зиму такая глыба вместе с трубами полетела перед носом прямо. Вот. Была вынуждена просто, стресс прошел, думал, да что это такое, что над нами издеваются 20 лет. За разъяснением ситуации мы обратились в МУП-центр ЖКХ. Его сотрудники отреагировали оперативно. Уже на следующий день проход временно закрыли для безопасности местных жителей. Наледь в нем образуется из-за неправильно установленного слива, из-за которого вода льется под ноги, и сам дом в период оттепелей, сообщили в центре ЖКХ. Переустановить ее должен владелец здания, к которому она прикреплена. Вот только нежилое помещение простаивает пустым долгие годы, а его владелец недавно скончался. Значит, мы пока временно проход закрыли. Сейчас вместе с ДГХ и КУМИ будем искать, кто правоприемник этого здания, и будем решать правильный вопрос обслуживания. То есть, или договор будем с ним заключать, или будем кого-то заставлять, то владелец. То есть, мы будем держать на контроле. Держать на контроле эту ситуацию будет и наша редакция. Если у вас похожая ситуация, а управляющая компания бездействует, обращайтесь в нашу рубрику «Городской дозор» по номеру 37200. Учащиеся детской музыкальной школы имени Балакирева стали лауреатами фестиваля «Новые имена» в Нижегородской филармонии, а также приняли участие в Музыкальной академии под патронажем Юрия Башмета. Дети играли в детском симфоническом оркестре и участвовали в мастер-классах ведущих столичных музыкантов. Музыкальная академия атомных городов под патронажем народного артиста СССР, руководителя и дирижера Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета в этом году уже в пятый раз предоставила возможность молодым талантам перенять профессиональные знания и мастерство именитых преподавателей ведущих учебных заведений России. На очную сессию Музыкальной академии в Обнинске приехали порядка 80 юных музыкантов и их педагоги-наставники из 20 городов атомной промышленности. В том числе в Музыкальной академии неоднократно участвуют саровчане. Мне лично очень понравилось там было, ну, довольно, я бы сказала, интересно. Мне очень нравилось заниматься с моими преподавателями, ну, в оркестре им индивидуально. Музыкальная академия – образовательный проект программы «Территория, культура, Росатома». В течение шести дней ребята ежедневно посещали мастер-классы по специальности и трехчасовые репетиции сводного детского оркестра. С участниками работали педагоги ведущих учебных заведений Москвы и концертирующие исполнители. Пятая музыкальная академия атомных городов завершилась большим галоконцертом детского симфонического оркестра под управлением Леонида Жуковского. Я индивидуально играла с Александром Альбертовичем Плесковским. Ну, это было очень полезно, очень важно для меня, потому что я уже взрослый музыкант, я строю планы на свою дальнейшую карьеру, и вот он мне с этим помог, можно сказать, что я полезную связь такую обрела там. Саровчане продемонстрировали свои таланты и на сцене концертного зала Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича. Там прошел 29-й музыкальный фестиваль «Новые имена». В этом году в заключительных концертах фестиваля приняли участие 43 юных музыканта из разных городов Нижегородской области, в число которых после строгого отбора вошли и учащиеся музыкальной школы имени Балакирева Дмитрий Никифоров и Софья Деркач. Это было очень сложно. Занимались почти каждый день. Я сам не ожидал того, что у меня так получится. Я очень тщательно готовилась. У меня были многие мастер-классы, прошли перед тем, как я уже участвовала в отборе. То есть я занималась с одним преподавателем – московским, с преподавателем консерватории в Нижнем Новгороде. Занималась с моим преподавателем – Лагутиной Надеждой Евгеньевной. За годы существования фестиваль выпустил из-под своего крыла целую плеяду юных дарований, которые стали профессиональными музыкантами. Фестиваль продолжает открывать новые имена в мире музыки. Хороший старт для многих людей, для многих музыкантов. Особенно пианисты почему-то у нас процветают в этом отношении, потому что очень много известных пианистов – Малафеев, которые сейчас известны во всем мире, которые начинали именно на Нижегородских новых именах. По итогам фестиваля Софья Деркач получила стипендию губернатора Нижегородской области, а Дмитрий Никифоров – стипендию Нижегородского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16», в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!